Друзья, наблюдая за сферой смартфоностроения за последние несколько месяцев, я заметил, что все больше и больше 48-мегапиксельных камер устанавливают производители в свои смартфоны. И впрочем, мало кого волнует, флагманское это решение, модель среднебюджетного класса, или и вовсе бюджетник стоимостью чуть более 100 долларов. Сегодня, в частности, речь пойдет о небезызвестной китайской компании Yumi Digi, которая в начале этого года уже выпустила первый в мире смартфон 48-мегапиксельной основной камерой, керамическим корпусом и аккумулятором емкостью 5150 мАч. Однако, амбиции китайских разработчиков на этом не заканчиваются. И буквально на днях, а именно 12 марта, поклонникам бренда компания представляет очередного бюджетного монстра, а вернее модернизацию версии популярного смартфона Yumi Digi F1, больше знакомого нам под лозунгом «Убийца флагманов». Модернизированная версия, помимо более внушительных технических характеристик и 48-мегапиксельной основной камеры, получила также приставку «Play», что все вместе теперь звучит как Yumi Digi F1 Play. И именно об этой новинке более подробно уже в этом ролике. Как и его предшественник, Yumi Digi F1 Play получил металлический корпус толщиной 8,8 мм и довольно нескромный вес в 193 грамма. Несмотря на то, что нынче в моде всеразличные цвета с градиентом, компания отдала предпочтение практичности. В общем, здесь, как всегда, все по классике. Вариантов расцветки корпуса два – красный и черный. Стандартное расположение элементов навигации говорит о том, что аккумулятор встроенный, а задняя панель несъемная. Есть комбинированный лоток под сим-карты, порт USB-C и разъем для подключения гарнитуры также оставили. Смартфон оснащается дисплеем, диагональ которого 6,3 дюйма. Разрешение Full HD+, соотношение сторон 19,5 к 9. Внизу практически незаметный подбородок, а в верхней части капля под фронталку. Что касается фронталки, F1 Play оснащается 16-мегапиксельным сенсором высокого разрешения для превосходного качества фотографий. Его светосила F2.0, так что любители селфи-съемки, здесь все для вас. Функции разблокировки смартфона по лицу также имеются. Особенность и отличие смартфона от предшественника это его основная камера. Она получила сдвоенный модуль, где основной сенсор от Samsung на 48 мегапикселей и вспомогательный на 8. Главный фотомодуль получил сенсор на 1,2 дюйма с пикселями размером 0,8 мкм и крупными пикселями 1,6 мкм для съемки в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, диафрагма объектива, который состоит из 6 линз равна f1.7, что само по себе позволяет делать отличные ночные снимки с минимальными потерями качества без шума и помех. Как я уже упоминал ранее, производительность новинки выросла. Оперативная память LPDDR4X теперь составляет 6 гигабайт. Размер встроенного накопителя 64. Под капотом восьмиядерник Mediatek MT6771, либо как его еще называют Helio P60, который, кстати, ничем не уступает знаменитому 636 дракону. Из коробки операционная система Android Pie, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, поддержка сети LTE, сканер отпечатков пальцев, плюс поддерживается функция NFC. Еще одна особенность смартфона это его автономность. 5150 мАч. Вот такую емкость имеет встроенный аккумулятор новинки. Плюс ко всему поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка. Основным рекламным лозунгом смартфона является фраза 48 мегапикселей для каждого. Цена новинки составляет чуть более 200 долларов. Официально продажи стартуют в конце марта, однако оформить предзаказ можно уже сейчас, перейдя по ссылочке внизу в описании. Там же можно узнать и более подробную информацию. Вам удачи, друзья, и до новых встреч!